Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я на материалах периодической печати минувших лет рассказываю, что происходило на нашем полуострове в разные годы века минувшего в этот день. 26 день января. 1947 год. Газета «Полярная звезда», выходящая до сих пор в Пенжинском районе. Выходящая до сих пор, но, возможно, в ближайшее время эта газета прекратит своё существование по решению исполнительной власти. Но дело не в этом. Мы читаем газету 1947 года. Заметка «За 15 дней 25%», переданная в редакцию из Рекинников, Рекинники – это ныне несуществующее в Коряке и село. Производственным подъёмом, пишет газета «Полярная звезда», встречают день выборов в Верховный Совет РСФСР охотники колхоза вперёд к коммунизму Рекиневского сельсовета. Значительно перевыполнив план четвёртого квартала, охотники с ещё большей энергией взяли из-за выполнения плана пуш-заготовок первого квартала 1947 года. К 15 января квартальный план по сельсовету выполнили на 25%, сдав пушнины на 11 146 рублей. Лучших результатов среди охотничьих бригад добилась бригада инициатора соцсоревнования в честь выборов товарища Нинвита Федота, пишет газета «Полярная звезда». Многие охотники уже сдали пушнины на сумму, превышающую в полтора раза норму сезонного отстрела. Охотник Лехтали сдал пушнины на 1578 рублей, Амтенав на 1637 рублей, Танвили на 1528 рублей. Это точно. Охотник Хатинкан упромышлил с начала этого года две лисы, пять горностаев и десять зайцев. Большинство охотников, пишет «Полярная звезда», обязалось ко дню выборов выполнить сезонную норму отстрела. А те охотники, которые уже ее перевыполнили, добиться выполнения двух норм. Обратите внимание на глагол «упромышлил». Он же еще существует в варианте «упромыслил». Этот глагол ушел из обихода. В 50-х годах прошлого века он означал «добыть на промысловой охоте». Это была рубрика «Камчатка. День за днем», 26-й день января. Мы читали пенжинскую газету «Полярная звезда» 47-го года века минувшего. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...